Скоро в Дагестане станет на одну несанкционированную свалку меньше. Уже вторую неделю продолжается вывоз мусора в Карабудакенском районе, вблизи поселка Манаскент. Долгие годы свалка доставляла много неудобств жителям поселка, поэтому для них это настоящий праздник. Подробности в следующем сюжете. Роза Алиева почти всю свою жизнь прожила в поселке Манаскент. Она хорошо помнит, как сюда 30 лет назад начали привозить отходы со всех сел района. Люди были возмущены тем, что здесь устроили мусорный полигон, ведь свалка периодически горела, люди задыхались в дыму. Сколько хоть свалка была здесь, даже вот деревья, вот виноградные, как будто как этот байрак полный мусор был. Даже невозможно было туда-сюда пойти. Это надо было видеть, словами его не объяснишь. Очень страшно было. Здесь, например, этот, как, наверное, атомный такой реактор. И вот видите, даже сейчас пахнет. После того, даже как убрали, вот такой порядок, и то пахнет. А представьте себе, когда здесь все было замусорно. Долгие годы ничего не менялось, поэтому сегодня жители Манаскента лично пришли сюда, чтобы убедиться, мусор действительно вывозят. Эта свалка занимала почти 4 гектара земли. По словам местных жителей, ей больше 30 лет. По оценкам экологов, ущерб, оказанный почвам, составил почти 5 миллионов рублей. Именно столько денег нужно потратить, прежде чем здесь опять что-то вырастет. Отходы вывозят на санкционированный полигон. Он находится в этом же районе. Там мусор сортируют и утилизируют. Вместо бывшей свалки сразу же засыпают землей. В дальнейшем специалисты займутся рекультивацией почвы. Экологам придется провести целый комплекс работ по восстановлению плодородности земли. От мусора, конечно, ущерб. Это ущерб пройдет. Если вот мусор, здесь растут растения, деревья, травы. Не растет. Никак не растет. Пока его не ликвидируют. В планах у местной администрации после расчистки территории создать на месте бывшей свалки небольшую парковую зону. Здесь планируют посадить деревья и установить скамейки для отдыха. Севрина Шамхалова, Саид Кутеев. Время новостей.